Друзья, всем огромный привет из Польши! Сегодня мы с вами приехали на рынок. Я знаю, что многие привыкли из приезжих украинцев закупаться на рынках. Некоторые нуждаются в каких-то вещах и готовы их купить. И, возможно, вам будет интересно, что предлагают польские рынки, посмотреть на цены и так далее. Так что оставайтесь со мной, всем приятного просмотра. Мы сейчас приехали в Бытомский рынок, здесь такой он небольшой, но достаточно большой выбор, и если что-то вы не нашли в бесплатных пунктах или еще где-то, то всегда можно посмотреть также и на рынках, потому что в торговых центрах, как правило, цены могут быть дороже. Так что оставайтесь со мной, всем приятного просмотра! Вообще на рынке в Польше можно купить так же, как и у нас, только единственный рынок у нас бывает раз в неделю по субботам. Можно и штаны вот здесь, и платья так же купить. Также вон джинсы разные, с высокой талией, с короткой. Добрый веки цены, джинсы? Счетым джейшон, дженьки, джинкуя! 70 злотых, вот, пожалуйста, разные штаны, темные, светлые, с высокой, низкой посадкой. Тут также разные кофты, вот здесь более такое уже летнее, вот за 45 злотых. Летние какие-то штаны можно взять, блузки, вот вообще 15 злотых такие леггинсы. Ну, сейчас, конечно, в них холодно, только по дому. Кофты также, вот 25 злотых, такие блузки тоже. В принципе, на рынке можно недорого купить тоже. Такая толстовка более теплая, 35 злотых. Спортивные костюмы. Вот, здесь также разные платья, размеры тоже разные есть. С размерами, кстати, здесь более получше, например, если кто-то более крупненький, кому-то нужен более большой размер, вот, ну, как здесь, например, 3XL, то на рынок самый раз. Здесь у нас, видимо, разные скатерти тоже. Тут более теплые такие, как кофты, батники, худи, да, как мы их называем. Надо спросить, в какой цене. Что-то никого не вижу. Я попрошу, кто живет в какие-то цене? Неа. Неа, неа. Но, добра. Тут надо искать, кто продает. Вот, вот тут тоже детские тоже разные, зимние. Сейчас, в принципе, зима уже заканчивается, я не знаю, как с этим. Для деток тоже разные футболки. Добрый день, как это? О, деньки. Денькуя, ничего не стало, но я разумею же, паня Лича. Ну, 25 злотых разные такие, тоже для детей. Футболочки с коротким рукавом, кто в садик сейчас будет ходить, детки тоже. Идемте дальше. Вот здесь тоже разные блузки, пожалуйста. 10 злотых. Можно найти такое что-то. Юбки, пожалуйста. Вот, 25 злотых. Для пальм более постарше, так скажем. Разные, как ветровки такие летние. Прошу вам, какие цены то есть? 90 злотых. Ну вот, 90 злотых. Тоже расцветки разные. Вот. Типа мини-кроссовки. Вот такого плана тоже. Трусы, носки. Это все, в принципе, всем нужно. Сейчас где-то, может, подальше узнаем. Тоже ценные кепки. Я думаю, как и на украинских рынках, тоже вот здесь. Вот платьишки, пожалуйста. 20 злотых тоже. Цена вообще недорогая. 35 злотых. Вот с этой стороны. Тоже куча разных. Здесь более теплые кофты. Ну, здесь нужно искать уже целенаправленно. Ну, плюс-минус 40-50 злотых. Примерно это как-то так стоит. Здесь у нас отдел вожива, жемняки. Тоже 2,50. Вон, лучок можно купить. А в яке цены буряки? 2,50. 2,50. 2,50 тоже можно. Мархевка, кишона. Квашеная капуста тут тоже сразу на рынке можно взять. И брокколи, вон, пожалуйста, 5 злотых. Так что на рынке тоже можно закупаться. Не знаю, всегда ли это выгодно. Вот тюли, тюли. Разные игрушки для детей. Здесь у нас сыры с закопаны, chyba. С закопаны, то есть? С нового тарго. Так что вкусные сырочки. Але супер. Пантороби так файне пахнет. Также у нас тут есть отдел с разными специями. Тут тоже можно и паприку купить, и зеленый горошек. И удобно, что здесь в упаковке достаточно большие. Польшие, так? Ну вот, 3 злотых, считайте, 70 грамм. Это очень даже выгодно. Так что лучше даже иногда покупать на рынке. Здесь вот сушеные тоже, без всяких добавок, более натуральные. В супы добавлять тоже. Ну, понятное дело, разная бижутерия тоже здесь. Здесь разная-разная золото-бриллианты можно также купить. Здесь у нас тоже есть такой отдел с виноград за 5 злотых. И уже, считайте, разобрали, потому что достаточно дешево стоит. Вот здесь тоже. Вот этот, кстати, вот этот именно отдел здесь на рынке работает практически каждый день. Так что здесь можно закупаться и в любой день. Пойдемте посмотрим, сколько стоит кабачок. Покажу вам. Вот тут, кстати, зеленушку можно. Зелень, лучок. Вот, цукиния 9 злотых стоит. И вот такая бруссельская капуста 10 злотых. Ну, вот такие цены. Вот носки 10 злотых. Тут тоже разные джинсы. Тоже большой, огромный выбор. Здесь детский отдел, также разные шапочки. Кто же чем приехал. Ну, вот, пожалуйста, штаны. Можно также здесь купить потеплее какие-то. Вот, разные такие кофточки 20 злотых. Все для деток. Отдел целый. Ну, вот в субботу можно в следующий уже приехать. Будете знать, что здесь-то как. Вот курточки тоже разные. Мужские курточки. Более такая весенняя. Прошу, пожалуйста, как вы цените, пани Тома? 140 пень. Вот, пожалуйста. На весну более такая легкая курточка тоже можно. Ну, очень круе. Вот. 140 пень. Ну, вот в магазине там от 200-250 злотых курточков. Вот здесь можно по такой цене. Более потеплее, чем та первая, у которой мы смотрели. Тоже такая баллоневая. Вот. Дальше. Ну, и здесь уже надо ходить и спрашивать конкретно определенные цены. В субботу приезжает этот рынок. И здесь большой-большой выбор. Там дальше сумки, я думаю. Ну, может, мы туда даже пока, наверное, не пойдем. Вот здесь пальто. Также черное пальто. Можно более светлое, серое пальто выбрать. То, что любит. Также вожива. Вот. Более такие, как теплые кофты. 35 злотых. Ну, цена примерно по рынку. Примерно плюс-минус. Одна и та же. Они друг друга не задавливают. 40 злотых. Вот такое вот тоже. Идемте, посмотрим. Хочу показать еще обувь. Потому что я знаю, что есть те, кто ищет. Но. Вот такие кроссовки. Но не более летние такие. Летние. Такое, как хеды. День добрый. А в яке цене панптома? Пиндещен пень. Вот, пожалуйста. Кроссовки. 55 злотых. Вот. Ну, тут примерно плюс-минус, так кажется, на там 70 злотых. Вот так вот может быть. Вот здесь еще. Вот такие. Такого плана тоже кроссовки. Тоже 38 размер. Вот, кстати, 38. Вот такого плана тоже черный с надписью. Не знаю, можно ли ее как-то убрать. Тоже вот такие кроссовочки. Тут более такие, более легкие кроссовки тоже. Для молодежи, для молодых ребят тоже. А таки, а таки джеченцы, як бы панп, яки ценима? 6-10 пень. Ну, вот примерно. Ну. Так, так. Но. Не бэндом шлифски таки, но така подошва есть. Супер. Но. Добро. Ну, вот примерно вот так вот, ребят. В одной примерно категории, в одной плюс-минус такой, как бы, цене. Вот такого плана тоже есть. Тапочки. Более такие, как удобные. Более комфортные. Вот. Ну и как-то, как-то, как-то так. Для мужчин тоже, кто приехал, смог. Вот такие разные тоже. Такие, кстати, неплохие. Неплохие кроссовки. Вот. Даже вот туфли есть, кому нужно. Вот так вот, ребят. Такие вот примерно цены. Так что, кто, если что, то знаете, где найти. Здесь тоже 20-39 злотых. Разные футболки можно выбрать. Батники такие с горлом. Хорошие. Теплые 75. Вот. Здесь также женское белье. Тоже можно купить все на рынке. Такие, как домашние. Домашние брюки, штаны. 15. Вот. Ну и вот здесь мы уже практически выходим. Получается. Мужские также 7 злотых. Стоны разные. Вот 25 злотых. Кто носит, то можно себе что-то там подобрать. Здесь тоже отдел с разными следками, носочками для деток. И мы уже подходим к концу. Вот здесь разные игрушки, слаймы. Мои дети обожают слаймы, разные часики. Вот. Так что, здесь тоже бижутерия разная. Здесь тоже разные такие теплые кардиганы. Вот. Так что, ребят, все можно здесь тоже на рынке в Польше найти. Нужное по более низким ценам. Что-то, конечно, можно и в супермаркетах найти такое более дешевое, особенно по скидкам. Но, как правило, все идут сюда. Вот следки, например, кому нужны, в ботинке. Следки тоже. Точно так же. Ребятки, тут разные и часики тоже можно купить. Разные ножницы, всякие там лупы, будильник кому нужен. Вот такие наборы продаются. Иголки, нитки. Кто приезжает что-то там подшить, тоже можно такое купить. Вот. И сегодня у нас над головками разлетались. Смотрите, сколько их. Вот так вот из одной точки куча самолетов. Ну что, друзья, вот на этом закончится мое видео. Надеюсь, более информативно показала, что где как. По ценам тоже показала. Надеюсь, информация-то будет для кого-то полезной. Благодарю вас за просмотр. Обязательно жду от вас комментарии. И пока-пока, до встречи в Польше.